всем привет вы на канале молния вьетнама с вами виталий и я напоминаю что я замутил челлендж 21 день 21 ролик вот сегодня снимаю 2 я нахожусь в северной части города и это неспроста меня в гости пригласил мой друг влад вот он завтра улетает и опять его не будет там может быть год и вот сегодня последний день когда можно с ним пообщаться и я хочу ему задать несколько вопросов о том как приобрести квартиру в ничанге то есть он является собственником квартиры в жилом комплексе наполеон и вот я сейчас к нему пойду и поспрашиваю как чего как купить какие подводные камни что вообще нужно может быть вообще не нужно покупать может проще арендовать сколько будет это квартира в аренду стоит в общем все вот эти вот нюансики по узнаю ключ от лифта ключ от квартиры у меня все есть ну и все вот это влад не смотрите на то что он голым просто обычно доходит всегда и везде ну чё вот готов провести ром-тур по квартире значит квартира по моему 73 и по 77 метров не помню когда я покупал место стояла готова готова чтобы заехать не так где это гостевая комната девочкам девочка входила но здесь нет окна здесь нет окна здесь нет окна здесь есть только дырка в комнату и дырка в туалет ну и там все очень многие делают здесь понятно что для студентов койко место ништяк да это коморникова она нарисовала это очень удобно гостевой туалет ванну на кружке тыка на перегородке не было это я сейчас не ты а я штатный уже стоял уже года 5 он стоит ничего с ним не происходит как бы принципе это в этой авто и наебнулся один раз и здесь получается вынесены кондиционеры блоки да то есть вся сантехника все идет по стояку стиральная машинка в принципе достаточно удобно функционально проходим дальше функции анально не ничего влад завтра уезжает как бы вид на море 33 этаж хочу напомнить вид прям вот такой прям с кровати сегодня паспорно немного просто мне небо не вижу море не бирюзова я сюда здесь на море я сюда здесь на море и гостевой мой гостевой личный так и еще один туалет вот тоже душевая полочки короче все четко для меня в этой комнаты это конечно вот балкон да вот там вход шикарный балкон вот это по-моему называется французские окна раз окно два окна еще там маленькая третье вот там есть и вот балкон огромный помнишь кто вот и это вторую картину то нарисовала год назад вот сейчас мы с ней договорились она будет также разукрашивать дальше комнаты спальни и гостевой вид вот такой вот вид 33 этажа вот это центр ни чанга вот полностью и вот там уже юг ну а северную часть мы не захватываем потому что у нас окна нет у нас картина до острове перл ну конечно ночью видно как он светится есть вот это вот хочу обратить внимание что это самая высокая . вообще это самая высокая . на ничанге даже не знаю вроде бы ходили случаи что были у них конфликты с управлением города что якобы что он стоит выше будды соответственно вьетнамцам это не понравилось снесут пару этажей чтобы я вам тоже на горе флаг повесил глядь сразу убрали вы повесили где там сна дома построен с нарушением это отдельно тебе вот вот расскажи немного о себе вообще кто-то такой я это около 20 лет прожил за границей работал в туризме 2001 года по 2019 год плюс вот в америке проучился и из которых 10 лет я как раз прожил в юго-восточной азии это чуть больше 8 лет на острове кайнань город саньян это тропический курорт китая ну как наши сочи как российские дорогой пешенебельный курорт я добавлял крупные туристические компании там и где-то в таиланде чуть меньше наверно года и вот в вьетнаме меньше года если брать в 2019 год и там я попал случайно в 2019 году решила избежать китайского года уехал из китая и приехал сюда не знаю почему но мне очень понравилось вот я попал как раз на северный нячанг мне как-то так было комфортно уютно несмотря на то что я говорю с юго-восточной азии очень хорошо знаком в Таиланде много где был, Китай, Бали, Филиппины но вот как-то в Вьетнам мне показался такой спокойный умиротворенный нет такого бешеного движа и как-то он мне показался менее туристичен чем допустим тот же Таиланд это для меня как-то важно то есть все таки хочется такой более спокойный курорт большое обилие фруктов что для меня важно так как я веган ну вегетарианец мне очень важно что здесь очень много фруктов даже мне показалось чуть чуть больше чем в Таиланде и меньше для этого нужно усилий то есть ты приезжаешь на одно место и есть все вот большой выбор ресторанчиков ну как-то мне стало комфортно вот поэтому я приехал во Вьетнам познакомился с тобой поездил по окрестностям посмотрел что в радиусе там не знаю часа езды на байке очень много красивых мест достопримечательностей природные заповедники какие-то пагоды ну это действительно то есть ну каждый день можно себя чем-то занять это тоже как бы здорово не просто тюленем лежать на пляже много в спортивных залах да у меня вот появилось такое это взвешенное было решение но по большей части оно такое более эмоциональное дело в том что я в принципе занимаюсь недвижимостью в России вот у меня достаточно много выгодных классных проектов но вот Вьетнам на сегодняшний день это мой сам невыгодное уважение с точки зрения прибыли да с точки зрения прибыли но хотите невыгодные бабки покупайте квартиру в Вьетнаме но это двояко но для души для души да то есть почему я решил все-таки купить здесь квартиру мне показалось мое личное мнение даже показалось вот мое личное мнение что сам себе Вьетнам экономика Вьетнама она растет да то есть это очень важный показатель и в юго-восточной Азии на мой взгляд Вьетнам одна из самых развивающих сейчас стран то есть если Китай зашел до определенного своего пика вот то Вьетнам он только набирает обороты и я уверен что недвижимость здесь будет расти я купил квартиру в 2019 году ну пандемия была в принципе я покупал можно сказать на пике роста то есть кто покупал там в 16-17-18 году они попали на 20-30 процентов дешевле то есть мне уже давно говорили что в Вьетнам можно недорого купить квартиру там 40-50 тысяч долларов можно приобрести квартиру у моря на берегу рядом с пляжем вот соответственно этот вопрос заинтересовал и на сегодняшний день я говорю то что я с этой квартиры ничего не зарабатываю ну я в принципе не сдаю то есть если вот своим знакомым сейчас у меня девочки знакомые приехали я им дам там за 250 долларов а 250 долларов ты ее сдаешь за 7 миллионов 7 миллионов да без депозита без ничего 240 баксов получается вот просто знакомым эту квартиру можно сдать ну а так в принципе они где-то от 300 до 400 в этом да квартиры недорогие вот то что мы сейчас показали можно за 300 баксов найти ну за 350 может быть ну все зависит от ремонта ну и вида который у вас но я хочу очень важный момент сказать в плане допустим денег вот я купил ее округляю чуть-чуть купил там 92 либо 94 тысячи долларов ну округлим допустим до 100 тысяч долларов но когда я покупал да то есть курс был 63 либо 65 это май по-моему 2019 года сейчас курс 93-95 да то есть в принципе на 30 процентов моя квартира выросла относительно долларов если в рублях вот если это расценивать как прибыль то тогда да да то есть ну именно вот я ее не покупал как арендный бизнес то есть храните бабки в долларах а лучше квартиры в квартирах да то есть в квартирах еще раз про Вьетнам да то есть я считаю что Вьетнам развивается да то есть у них свое автомобилестроение сельское хозяйство да то есть и курс долга относительно долларов он не меняется вот я за 100 долларов миллиона плюс-минус и сейчас такой же курс но за 7 лет курс вырос от 23 до 25 ну то есть вообще минимально ну то есть это вообще никак не коснулась цены все на одном месте стоят вот я здесь 7 лет все в принципе плюс-минус все так же и стоит может быть повышение там на 2 три донга что-то там происходит колебания ну в общем и целом здесь все ништяк твой эмоциональный порыв непонятен ну то есть то что ты захотел здесь жить многие хотят вот приехал вот купил ну вот с технической части как вообще ну что нужно от А до Я сделать какие действия чтобы привести здесь квартиру ну для начала работать лет 20 заработать заработать деньги давай начнем с того что я понял ну я могу только рассказать свой личный опыт да то есть у меня есть один мой личный опыт который я прошел и есть опыт людей с которыми я заочно онлайн позвонил с тем которым ты делал ремонт да то есть вот эти два опыта я могу рассказать плюс все что я рассказываю это касается 2019 года сейчас может быть что-то поменялось вот насколько я знаю здесь в Нячанге не будем обращать в Нячанге существует две формы владения квартиры первая основная недостаточно редко это красная книга то есть когда ты собственник этой квартиры и второе это договор аренды там на 50 лет либо на какой-то срок с какого-то года который в основном и часто используют в инстанции они перекупают этот договор аренды да то есть достаточно прозрачная сделка как бы все нормально но технических моментов не знаю я покупал дом почти на финальной стадии готовности я посмотрел в мае 2019 года я поднялся пешком 33 этаж они работали все было почти готово и они должны были сдать дом через 3-4 месяца это в сентябре и в октябре должны были дать ключи в итоге дали в феврале в феврале приехал заключение то есть я покупал эту квартиру у вьетнамца перекупал договор от застройщика мне повезло у меня есть хорошие близкие друзья здесь они живут в Нячанге почти лет 15 занимаются бизнесом достаточно известные люди и они познакомили со своим адвокатом который занимается там ну занималась визами резиденциями картами и вот как раз недвижимостью она мне посоветовала этот комплекс объяснила все плюсы этого комплекса у нее суммы несколько квартир и в принципе он мне понравился этот комплекс дальше я нашел того кто продавал квартиру выбрал эту квартиру перевел сюда деньги то есть самое главное просто деньги есть деньги в России их нужно сюда привезти два способа либо вы наличкой введете в Вьетнам но должны тогда их задекларировать потому что банк не примет просто сумму сто тысяч долларов потому что вся операция шла через банк через банковского счета то есть вы не сможете объяснить происхождение этих денег в Вьетнаме а если вы их привезли пошли красным коридором зарегистрировали я это делал я завозил тогда 15-20 что-то такое когда понимал что вот уже буду квартиру покупать небольшую сумму я с собой принес я задекларировал никаких вопросов у меня не было я пошел открыл счет банк и положил эту сумму либо второй способ это перевод вот Western Union мне брат сестра отец каждый день переводили сумму до 5 тысяч долларов но в течении 4-5 дней я аккумулировал в банке порядка 95 тысяч долларов когда я уже окончательно принял решение что покупаю квартиру мы подписали договор аванса я оплатил 5 тысяч долларов ну какую-то сумму и поэтому договор я в течении двух недель должен был перевести остаток суммы я аккумулировал всю сумму в банке показал справку что у меня есть эта сумма денег в банке мы пошли к нотариусу все сделки через нотариуса нотариальные сделки нотариус мне предоставил официального переводчика который с английского мне на английской совершенстве который работает на нотариуса который справа работает с нотариусом мы подписали этот договор Что для меня было очень важно, что сначала идет подписание договора у нотариуса, и только потом мы поехали в банк, и я перевел деньги по продавцу, что показалось для меня достаточно безопасной сделкой. Все, я получил, у меня сейчас на руках нотариальные документы, что я собственник, но у меня нет пока ни красной книги, у меня ничего нет. Почему? Потому что данный дом построен с нарушениями, то есть техническими нарушениями, этажность, по земле были вопросы, но, насколько я знаю, вопрос решается. И вот я говорил с другими собственниками квартиры здесь в Наполеоне, они говорят, что вопрос решается в положительную сторону. На сегодняшний день даже у Витнана нет никаких документов, только договор купли-продажи. Хорошо, это вот касаемо Наполеона, да? А если в другом жилом комплексе купить квартиру, таких проблем не будет? Насколько я знаю, сейчас купить квартиру, чтобы получить красную книгу, почти невозможно, потому что иностранцы не продают свою квоту. То есть у каждого дома есть определенная квота, то есть сколько процентов может купить иностранец, порядка 30% от всего номерного фонда. И, соответственно, они свои квоты и их отправлены на санкции не продают. То есть в основном покупают уже у вьетнамцев. Ну, хорошо, но у вьетнамцев, ну, купил ты эту квартиру, она перейдет в твою собственность? Договор аренды на 50 лет, да. А после 50 лет, что покажут? Вроде бы тебя просто по жопу и погнал? Нет, ну, как показывает практика вообще покупки квартиры в Льго-Восточной Азии, в том же Таиланде, там ты тоже на какой-то определенный срок покупаешь, да? То есть, что пока практики нету, что происходит через 50, через 70 лет, да, Таиланде? Ну, в живых поведениях. Да, обычно люди на этом вопросе не парятся. Ну, вроде бы я должен получить документы. И второй случай, который я знаю, вот знакомые, которые там на 36-ом, либо комната на 38-ом этаже покупали квартиру, где-то ремонт помогал делать. Промышлял ты все время ремонтами. Вот, они, вот, я встретил, ну, по-моему, Анна Герман, или какая-то такая, была такая, какая-то, вот, достаточно известный риелтор, опять технически, все нормально, работает. Ну, на всякий случай телефон очень сильно перегревается. Камера экшен, вот, они покупали через известную женщину-риелтора, которая давно здесь была, вот, но... тип этой сделки мне показалось небезопасно, да, то есть я не хочу ничего плохого стать неправданного человека, но у нас и банки крупные банкротятся, и корпорации крупные банкротятся, и просто переводить деньги на человека я бы не стал бы. Да, то есть что-то может произойти с человеком, там, как бы всех технических деталей этой сделки помню, мы знаем точно, что они перевели эти деньги, и по доверенности они покупали эту квартиру заочно. Да, это времена ковида еще были, сюда приехать просто не могли. Да, да, да. Поэтому, кто хочет купить квартиру, лучше приезжать сюда. Конечно, лучше приехать сюда. Выбрать квартиру? Ну, в первую очередь, во-первых, пожить в самом комплексе, сдать, да, то есть потому что мне этот комплекс нравится больше океану, у нас кому-то нравится панорама, да, то есть кому-то... Вот ты вот сейчас уже, ну, спустя сколько лет, какой бы комплекс выбрал сам? Ну, допустим, если бы у вас была, купить квартиру... У меня есть такая возможность. Ну, как, ну, то есть если бы этой не было квартирой, ты купил... Я рассматривал, вот я когда сейчас сюда приехал, я рассматривал бы вариант, попробовать квартиру эту продать, может быть, там вообще в Эмиранту переложиться, но бы эту идею отложил, и купить из Кейни Бэй, который пятизвездочный комплекс, да, то есть чуть-чуть. Там, допустим, двухкомнатная бы квартира, двухкомнатные апартаменты бы стоили где-то в районе 140 тысяч долларов, ну, на 40-50 тысяч долларов, короче, чем вот это. Но там тоже спорно с точки зрения, ну, разные слышу отзывы. На сегодняшний день я не нашел лучшую квартиру с точки зрения балкона и вида, да, то есть как бы вид много, да, то есть много есть. Я очень влага прятся от этого вида. Я просто от этого балкона, да. Ты рекомендуешь покупать квартиру во Вьетнаме, вот, допустим, вот люди тоже сейчас сомневаются, бабки есть, и типа, бля, где купить во Вьетнаме, или может где-то в России, или в Москве, или, ну, я не знаю, ну, куда-то нужно там эту сотку запрятать. Есть смысл или нет? Я понял. Ну, этот вопрос каждый сам для себя должен порешать, да, то есть, но я могу какие сказать моменты? В принципе, ну, это отдельно, да, то есть, как бы, блог, который вообще не имеет отношения к тебе и к нам, да, то есть, мое мнение лучше вкладываться в коммерческую недвижимость в России, да, то есть, это первое. Потому что, если есть бабки, да, потому что покупаемость, окупаемость коммерческой недвижимости в России от 10 до 12 лет. А если мы все-таки говорим, вот, отвечая на твой вопрос, если есть возможность, да, то есть, в принципе, здесь не такие большие деньги стоят квартиры. Вот в этом комплексе продавалась двушка, 50 чем-то квадратов, с видом на море, он, правда, там, бакончик маленький, за 60 тысяч долларов. 60 тысяч долларов, это, там, в районе, там, получается, 6 миллионов, чуть меньше, чем 6, 6 миллионов. 6 миллионов в Москве купить невозможно. Ну, допустим, в Краснодаре можно купить? В Сочи невозможно. Вот, недавно в Сочи я продавал квартиру, в новом элитном комплексе, в Сочи парк, ну, не элитный, но хороший считается, премиум класса. Студия, 21 квадратный метр за 10 миллионов. Надо, это вот коморка. Я лучше буду иметь квартиру здесь, надо, как бы, подлетать сюда, уровень жизни здесь достаточно недорогой. Очень важный момент, на который, вот, я акцентировал внимание еще вначале, что из-за разницы доллара к рублю здесь вы никогда не проиграешь. Никогда не проиграешь. Есть потенциал роста этой недвижимости в ближайшем обозримом будущем, там, 3-5 лет, да, то есть, потому что все-таки экономика Вьетнам, она будет расти. Я могу дать самый дельный совет, на мой взгляд, тем, если вы задумаетесь покупать здесь квартиру. Не покупайте квартиры в строящихся комплексах. Просто, вот, ну, здесь очень много недостроенных зданий. Вот, я не знаю, если ты будешь подниматься на крышу, да, то есть, сделаешь небольшой обзор, покажи вот этот дом пятизвездочный на Анне-Марии, да, то есть, когда я покупал квартиру, когда я выбирал здесь квартиру, я выбирал между Наполеоном, он еще тогда не достроил, ну, как бы не ввел себя в эксплуатацию, он был достроен, Мунтань-Океанус, Скения, Скения тоже тогда еще не запустилась, и вот чуть-чуть дальше в Анне-Марии новый пятизвездочный комплекс стоит. Дело в том, что в 2015 году, и сейчас, в прошлом 5 лет, там ничего не изменилось. Там ничего не... Он достроен, он стоит, ну, вот, которые купили квартиру, они вот попали, да, то есть, соответственно, когда он дастся этот комплекс, что будет, неизвестно. И сейчас в Ничанге строится новый комплекс, тоже очень мне нравится, вот, если приедете, обратите внимание, вега, вега-сити, которого, да, вот, я бы там купил бы, наверное, да, то есть, потому что мне нравится такие обособленные районщик, там будет свой пляж, там магазин, там и пляж очень хороший, там белый песочек привозной, я там был прям, прям, интересно, не знаю уровень строительства, но как проект, он будет очень крутой, да, то есть, и в принципе, вы должны достроить его, там очень, его в ковид строили, все устроили, то есть, мое мнение, если есть возможность, с точки зрения финансовая, то покупаете, но это не суперинвестиция, но это достаточно хорошее вложение, как неприкосновенный запас и как стабильность вашего будущего, вот я бы вот там вот, закрутил бы, я думаю, насколько это уместно, уместно, ты можешь оставить ссылку мою в инстаграм, да, 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 вот, если у вас будут какие-то личные вопросы, то есть, в плане, там, ну, детально, да, то есть, пожалуйста, можете обращаться, но если вот резюмирует, вот мне Наполеон нравится по всем аспектам, да, то есть, цена-качество, Монтань, Океанус, мне не нравится тем, то, что он для меня почему-то как муравейник, очень много людей из копления, стоят вот эти три в огромных зданиях, да, то есть, постоянно какая-то каша, мне не очень нравится, маленький балкон, с Кения, хороший комплекс, хороший комплекс, вот, ну, жалобиться, там, не знаю, муравьи, там, еще, ну, да, человеческий факт, человеческий факт, да, в Вьетнаме приезжай, что принимает вьетнамцев, и вообще, вот, стиль вот этой жизни, то есть, вьетнамцы косячат, все, это нужно четко понимать, где бы ты ни жил, в пятизвездочном отеле, либо там, в каком-то дешевом, все равно будет, а где-то тот же подход, плюс-минус. Нячанг, Вьетнам, уже, все, не ждать, пойдем на крошу? Да, все, сейчас мы еще на крошу поднимемся, покажем вам вид с крыши Наполеона, вот, это самое высокое здание, как Влад сказал, не буду утверждать, вот, и покажем вам все жилые комплексы, которые будут вокруг. Выходим на крышу, и сразу у нас открывается вид на на океанус. Вот он, океанус, вот, виднеется там видно, великий скейнер бэйн, вот там скейнер бэйн, и вот комплекс, в котором я бы мог попасть. Да, вот этот, который не достроился до сих пор, он достроен, причем он достроен еще в 2019 году, все, у него все. А вот тот вот вега, да, вот тот? Он правее до вега. Вот он далеко, но он прикольный. Этот комплекс он построен еще в 2019 году, но с тех пор там вот ничего не изменилось, сколько я знаю, вот как он был, как он и будет. Вот пляж от Наполеона до пляжа дойти буквально это северный пляж. 5 минут, вот обратите внимание, что вот на центральной части все равно волны, но небольшие есть, всегда. Север, север, если у вас есть дети, однозначно только север, север как, как, как Анапа, то есть как маленькие детишки сидят там, можно на пляж сидеть, можно где-то сесть под пальмой, да, то есть в тенечке искусственном, то есть очень комфортно и заход в воду, потому что в центральной части, да, то есть все-таки бывают и отбойные течения, недостаточно сразу глубоко можно донуть, но и зимой, ну, были смертельные случаи, как бы, в общем, кто хочет лайтово, едет на север, кто любит пожестче, вот центральный пляж. Вот это вот Монтань Ривер, тоже в нем можно купить квартиру. Ну, очень важный момент, чтобы вы понимали, что между центром и севером расстояние почти минимальное, как бы проехать, сколько, ну, пять минут, да, то есть мы проезжаем мост и мы уже в центре находимся, поэтому... Да, вот, на самом деле, да, вот я живу в центре, Влад считается на севере, но я, ну, если быстро еду, за шесть минут доезжаю до центра. Ну, то есть... От самого центра центра до самого Наполеона Наполеона. Да, шесть минут, вы понимаете, да? А это запад уже получается, то есть вот этот центр и вот эта западная часть, вот это Чампа, ну, здесь бассейн, сауна, башни Панагар, там где-то должен быть Будда, где он... Его не видно отсюда. Отсюда не видно. Ну, в общем, вот эта река Кай, ну, и вот Ничанг вот до туда тянется где-то. 400 тысяч, по-моему, ну, это насколько я знаю. Вот это известная кара Ангелуш. Да. Вот здесь мотоцикл стоит. Вот. Ну, и вот север. В общем, даже кто проживает в Наполеоне или в что-то мутане, если байк не водят, вообще без комфорта никакого нет. Потому что тут же все вот ресторанчики известные, рыночки фруктовые, то есть, ну, вот у меня отец уже полтора месяца живет, как бы без байка и спокойно себя комфортно чувствует. Так, потому что все есть. Да, и такси дешевые. Вот просто даже поехать туда. А где он? он в Кене живет, да? Да, он снял квартиру в Кене. Вот. Почему не Наполеон? Потому что, ну, все-таки скинье, как бы, там, звезд, бассейн, да, да, я посчитал, что с ребенком бассейн так кайфово на тридцать втором этаже. Хотя они ни разу там не были. Вот. До центра такси доехать, ну, 4 доллара. А там проблем нету. Через приложение все заказывает, и такси всегда стоят. Или будут пушечку вот на море. Вот то, зачем сюда люди приезжают. Да, главное, это вот, что нас интересует. все остальное формальности. Вот, а что-то видно, что это кристально-чистная вода. Ну, поменяли управляющую компанию, и вроде бы какой-то пота сеть. Ну, да, поменяли, вот, и в бассейн налили воды. А по факту, не сильно много чего изменилось. Ну, вот будет басик здесь, будет, конечно, прикольно. Вот так. Все, не, подойди сюда. Вот все, когда все будет здорово, я буду здесь купаться, мазать себе масло, там, вот, видом, вот, вокруг девочки, музыка, да, все дела. Есть у нас один качок, который хочет тренажерный стадо, что сделать. У каждого свои фантазии на вот эту крышу. Вот здесь будет сцена, здесь будут выступать. Гоу-гоу там сообщил, спа поставлю, то есть, можно фантазировать, как вот сюда, вот эти как раз его прям видно, то есть, можно купаться, да, то есть, камень еще видит. Ребята, это всего лишь, грубо говоря, сто тысяч долларов, но это почти максимальная цена. Ну, что за сто тысяч долларов купите? Вообще ничего. Что, бля, на за сотку купят? Что она есть, что нет? Пасковская область, однокомнатная квартира, 33-35 квадратных метров от 8 миллионов, то есть, либо вот в Сочи 11 миллионов, у меня было в хорошем комплекте, квартира 22 квадратных метров, студия, да, то есть, как бы, с видом на два дворика, да, то есть, либо вот вы получаете за 100 тысяч долларов, причем это максимальная, да, сейчас скажу, то есть, можно и получить и за 60 тысяч долларов, за 50-60 тысяч долларов. А минимальная цена, ты слышал? За 20 могу я купить здесь хату? Не обязательно с видом на море? Нет, здесь дешевле, именно в этом комплексе дешевле, чем там 45, я думаю, невозможно купить, да, то есть, я, может, не хочу в жилом комплексе, в деревне, я видел недавно объявление, почему, кстати, вот, если ищите квартиры в аренду, рекомендую даже просматривать фейсбук, да, то есть, вот я видел здесь объявление такой же квартиры, как у меня, но без мебели, без ничего, 4,5 миллиона, меньше 200 долларов, приехали, купили там, поставили что-то, какое-то по минимуму, то есть, Нячанг позволяет приехать сюда и жить с минимальным набором денег, сколько людей, вот тут можно, целыми репортажами, которые приезжают сюда, то есть, начинают там пирожки, пищи, то есть, как бы выживать, да, то есть, если у вас есть возможность не выживать, а жить, за маленькие деньги, вы можете здесь комфортно жить, добавить в свою группу кайфушники и кайфовары. Все, ништяк, на этом закончим, все, спасибо, Влад, забегай в Косте, давай, пока.